Накануне в органном зале состоялся праздничный концерт для детей и их родителей. Прошел он в рамках финала программы «Дети в школу». Она уже четвертый год проходит в Сочи по инициативе главы курорта Анатолия Пахомова совместно с общественной организацией «Лига женщин МОЗ Добра». В рамках программы детям из малоимущих и многодетных семей дарят школьную форму. Такой подарок по душе как детям, так и их родителям. Мы, честно говоря, это все делаем для того, чтобы в нашем городе легче жилось и деткам, и мамочкам, и тем семьям, которые в этом нуждаются. Стараемся им помочь и очень рады, что мы делаем это независимо, но очень рады, что таким образом помогаем. В этом году новую форму получили 375 сочинских детей. Каждый комплект вшит индивидуально. Для этого мерки заранее сняли со всех ребят. Порадовали не только сочинцев. Школьную форму подарили 150 детям, беженцам с юго-востока Украины. Вероника Мищенко с мамой и папой приехала в Сочи из Луганска. Еще недавно готовилась идти во второй класс дома. Из-за сложной обстановки на Украине вместе с родителями была вынуждена переехать в Сочи. В школе девочку интересует не только учеба. Она хочет найти и новых друзей. От школы я жду, чтобы все было хорошо. Чтобы все всегда получалось. В моей старой школе все получалось, но иногда и нет. Было много друзей. Благотворительная программа «Дети в школу» завершена. Приятные подарки ко дню знаний на этой неделе получили дети из всех районов Сочи. Но это не значит, что семьи в сложной жизненной ситуации теперь предоставлены сами себе. Сотрудники Лиги женщин регулярно проверяют результаты своей работы. И благотворительные акции, приуроченные к различным праздничным датам, уже стали на курорте традиции. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».